Добрый день дорогие друзья, с вами на связи интернет-магазин пневматики попади в 10.ру. Сегодня к нам на видеообзор попал пневматический пистолет СМЕРШ H58. Это достаточно приятная пневматическая модель пистолета. Давайте откроем коробочку, посмотрим, что внутри. Внутри мы видим, собственно, сам пистолет, набор из ускорителя заряжания и шестигранного ключа для установки газового баллончика и 250 шариков, оставленных в коробке. Собственно, по пистолету. Данная модель выполнена частично из прочного полимера, частично из металла. Затвор у нас металлический, корпус из полимера. Что можно сказать о пистолете? Он очень приятно лежит в руке. То есть, по ощущениям, как будто бы я держу глок. То есть, глок так приятно лежит в руке. Такая классная штучка. Далее, далее. У модели мало подвижных деталей, соответственно, скорее всего, высокая скорость стрельбы. Производителям заявлено, что у данного пистолета скорость полета пульки достигает 100 метров в секунду. Ну, я предлагаю это сейчас проверить. Чуть далее. Пока расскажу о своем пистолете. В качестве прицельного приспособления здесь используются мушка и целик с белыми точками для более комфортной стрельбы. На нижней части корпуса пистолета есть планка вивера. На нее вы можете одеть лазерный целеуказатель или тактический фонарик. Теперь покажу, как извлекается магазин. Нажимаем на клавишу. Извлекается полноразмерный магазин. В него мы устанавливаем наш баллончик СО2. И, собственно, 19 шарика. Напомню, что вес пистолета составляет всего 700 грамм. То есть, достаточно немного. Мы тут недавно замеряли вес пистолета. Как же он там называется? Ну, в общем, это Кольт 1911 фирмы СМЕШ. Так он весит больше килограмм. С одной стороны приятно, а с другой стороны тяжеловато будет, если вы будете обучать из того Кольта ребенка. Этот же пистолет будет прям идеально лежать в руке, что у взрослого, что у ребенка. То есть, если вы его планируете обучить. Помните, что пережимать наш баллончик с углекислым газом не стоит. Чуть-чуть отжали и, собственно, останавливаемся, не перекручиваем. Сейчас я надел ускоритель заряжания, чтобы показать вам, как он работает. Сам я его применяю нечасто, но на видеообзорах показываю. Мало ли, у кого-то будут банки с шариками, с засыпными носиками. Тогда можно просто этот носик сюда воткнуть и засыпать. А вот в таких случаях, когда не полностью засыпаете, нужно ускоритель заряжания и извлекать очень медленно. Вставили здесь какое-то количество шариков. Берем наш эколограф, включаем его. Сейчас произведем замер скорости. После этого я вам покажу результат. Вставили обойму пистолет и стреляем. 89 метров в секунду 82,6 138,8 83 81 80,9 78,7 82,6 86 88 88 77 77,5 Все, закончились наши шарики. Показываю результаты вам. 77,5 77,2 88 86,2 82,6 Ну, в общем-то и все. В принципе, результаты понятны. Разброс от 77 до 85, приблизительно такие усредненные по данной модели. Что я могу сказать? Немножко удивлен. Обычно СМЕРШ отличается тем, что у них скорость стрельбы шариком больше, чем заявлено в паспорте. А тут меньше. Соответственно, можно такую модель брать как раз для обучения ребенка, потому что она в целом недорогая. Стоит порядка 3000 рублей, что в принципе немного. При этом прослужит долго благодаря своей конструкции и материалам. И в случае того, что если ваш ребенок решит там пошалить, по крайней мере, урон он нанесет поменьше, чем каким-нибудь пистолетом, чрезвычайно мощным, как гамма ПТ-85 с блокбэк. На этом, пожалуй, и все, дорогие друзья. Спасибо за внимание. С вами был ваш интернет-магазин пневматики. Попади в 10.ру Подписывайтесь на наш канал в YouTube и будете получать полезные видеообзоры. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok